Свидетели не раз сообщали о падении НЛО на Землю. Многие считают, что эти внеземные технологии могли бы изменить ход истории. Но есть и те, кто пытается утаить сведения о подобных инцидентах. Сверхсекретные подразделения мгновенно извлекают обломки НЛО и запугивают тех, кто стал очевидцем аварии. Свидетели часто говорят о людях, одетых в черное, в черных автомобилях, без опознавательных знаков, иногда на черных вертолетах. Кто эти люди? И кто отдает им приказы? Почему они скрывают важные секреты от общественности? Могут ли сведения о потерпевших крушения НЛО повлиять на судьбу человечества? Сегодня мы исследуем вопрос о сверхсекретных поисковых подразделениях. В нашем проекте «Чужие». Началась глобальная операция. Правительственные материалы, содержащие информацию об НЛО, и десятилетиями остававшиеся засекреченными, сегодня стали доступны общественности. Мы расскажем правду, которую скрывают эти секретные документы. Узнайте, что правительство утаивает от вас. «Чужие». Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Нидлс, Калифорния. Март 2008 года. Многие свидетели наблюдали, как ярко-синий объект пролетел по ночному небу и разбился в малонаселенном регионе возле реки Колорадо. Он исчез за возвышением, но при этом звукостолкновения с землей не последовало. Среди очевидцев был Фрэнк Костиган, бывший начальник охраны Международного аэропорта Лос-Анджелеса. Он видел, как к месту аварии направлялись спецподразделения. Костиган сотрудничал со многими правоохранительными органами и управлением национальной безопасности. Но ничего подобного он раньше не видел. Вместо обычных поисковых и спасательных подразделений он увидел несколько черных вертолетов без определительных знаков. Они подняли большой сияющий объект с помощью грузового гака и улетели. Бывший начальник безопасности связался с Дэвидом Хейзом, владельцем местной радиостанции, и сообщил эту новость. Но Хейз уже обо всем знал. Через несколько минут после аварии он наблюдал, как конвой из темных автомобилей с правительственными номерами направлялся к месту происшествия. Было очевидно, что и вертолеты, и конвой работали вместе. И это была не первая их операция. Свидетели сообщают, что появляются люди в черных автомобилях без опознавательных знаков, а также иногда в черных вертолетах. Как жертвы похищений, так и обычные люди видели эти вертолеты. Но когда свидетели сообщили о том, что видели, власти опровергли факты о крушении НЛО и о прибытии специальных подразделений. Дело было закрыто. Но эксперты считают, что инцидент в НИДЛС – это классическая операция по излечению НЛО, выполненная максимально эффективно. Кто же эти специалисты? И работают ли они на правительство? Если да, то вполне очевидно, что они далеко продвинулись со времен первого инцидента с излечением НЛО. Розуэлл, Нью-Мексико, 1947 год. В пустыне разбился НЛО. Многие свидетели наблюдали, как американские военные убирали обломки космического корабля. Военные признали этот факт, но на следующий день опровергли его. После Розуэллского инцидента в мире появилось много сторонников теории заговора. Но почему операции в Розуэлле и в НИДЛСе настолько отличаются? Ответы находятся на страницах легендарного военного руководства. Секретные материалы Руководство по специальным операциям 1.0.1 1954 год. После Розуэлла вся Америка поверила в НЛО. Но правительство не разделяло энтузиазма населения. В руководстве по специальным операциям 1.0.1 было детально описано, как следует извлекать потерпевшее крушение НЛО. Процедуры, описанные в документе, напоминают те, что были проведены в НИДЛСе. Согласно документу, чтобы уберечь и сохранить все найденные материалы, следует принимать любые необходимые меры. Почему военные готовы идти на крайности, чтобы уберечь НЛО от глаз, не посвященных? Что они скрывают? Смотрите далее. Мы расследуем факты о сверхсекретной организации, которая руководит операциями по извлечению НЛО. Мы раскроем ее соучастие в преступлении века. Множество свидетелей наблюдали, как команды специального реагирования извлекали обломки НЛО. Их миссия – доставлять упавшие на землю НЛО на секретные склады, подальше от посторонних глаз. Правительство отрицает их существование, но факты свидетельствуют совсем о другом. Кексбург, Пенсильвания. 9 декабря 1965 года. Люди увидели, как горящий объект пролетел по ночному небу. На первый взгляд он напоминал метеор. Но за несколько мгновений до падения он изменил свою траекторию и упал в лесу за городом. Многие бросились на место аварии, но не всем удалось увидеть обломки. Всего через несколько минут на месте аварии появилась группа американских солдат без отличительных знаков с автомобилем-платформой. Они моментально увезли тот объект. А людям сказали, держите рот на замке, не распространяйтесь об этом. Через 24 часа после кексбургской аварии пресса приняла официальную позицию властей. Возле кексбурга не разбивался НЛО, и военных там тоже не было. Было ли это дело рук той же организации, что действовало в Калифорнии 40 годами ранее? Если да, то кто они? И на кого они работают? Ответ следует искать в холодной войне. Секретные материалы Эскадрилья воздушной разведки 1952 год была сформирована эскадрилья воздушной разведки. В ней служили ветераны Второй мировой и Корейской войны, специально наученные восстанавливать взбитые советские самолеты и тщательно изучать чужие технологии. Но в 1953-м, через год после своего образования, эскадрилья получила исторический приказ. Командование ПВО в регламенте 202 выразило свой прямой интерес относительно НЛО. Воздушная разведка должна была сформировать команды для розыска потерпевших крушение объектов неизвестного происхождения. Это факт признания военными существования НЛО. На карте 1955-го года обозначены базы агентов воздушной разведки по всей стране, миссией которых было находить потерпевшие крушение летающие объекты. Но что происходило с обломками? Куда их увозили? И кто их охранял? Эксперты считают, что делами НЛО занимаются Маджестик-12, сверхсекретный комитет высокопоставленных ученых и офицеров. Его создал президент Трумэн сразу после Розуэльского инцидента. Многие считают, что организация вскоре перестала подчиняться даже самому президенту. Президент Кеннеди был очень обеспокоен силой организации Маджестик-12. В нее входили не самые достойные люди, и их решения влияли на судьбу всей нации. Предполагают, что за закрытыми дверьми Кеннеди потребовал полного рассекрещивания деятельности Маджестик-12. Некоторые считают, что этот поступок стоил ему жизни. Стоит ли за убийством Кеннеди секретная американская организация? Что она пыталась утаить? Найти ответ поможет самая опасная операция по извлечению НЛО. Секретные материалы Инцидент в Форт Дикс Форт Дикс, Нью-Джерси 18 января 1978 года Свидетель по имени Джеффри Морс наблюдал, как десяток НЛО летали над базой. На вызов приехал офицер полиции. Когда он подъехал к базе, в свете фар он увидел маленького серого инопланетянина. Испугавшись, офицер выстрелил шесть раз в существо и в НЛО, летавший вверху. Пришелец скрылся в темноте. Через некоторое время Морс нашел его мертвым на трассе между Форт Диксом и соседней базой Форт Магуайр. Обе базы были сразу же закрыты. Прибыли неизвестные люди и сообщили начальнику базы, что возьмут все под свой контроль. Они забрали пришельца и отправили его на базу ВВС Райт-Паттерсон, где находится известный ангар номер 18. Многие считают, что в нем хранятся обломки, найденные в Розуэлле и на местах других аварий НЛО. Морсу пригрозили военным трибуналом в случае, если он расскажет об этом инциденте. Действительно ли в Форт Дикси было найдено тело пришельца? И если это так, то почему находку держат в тайне от общественности? Быть может, нас пытаются уберечь от опасности? Далее мы расскажем о риске, связанном с прямыми контактами с НЛО и раскроем тайну о поисковых операциях. Это Чужие. Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Вы смотрите проект Чужие. Многие эксперты считают, что секретная правительственная организация контролирует операции по извлечению потерпевших крушений НЛО. Защищают ли они собственные интересы или же защищают общественность от неземной угрозы и повсеместной паники? Дейтон, Техас. 29 декабря 1980 года. Бетти Кэш и Вики Лендрум ехали ночью по шоссе, когда увидели яркий объект в форме алмаза. Они вышли из авто, чтобы рассмотреть его, но волна тепла, исходящая от объекта, обожгла их. Через несколько минут в небе появились почти два десятка черных вертолетов, но НЛО исчез без следа. Вертолеты последовали за ним, не обращая внимания на людей внизу. На следующий день Кэш и Лендрум почувствовали недомогание. На их теле появились ожоги и начали выпадать волосы. Доктор заключил, что они были облучены ионизирующей радиацией. Появилась масса волнующих вопросов. Стали ли женщины жертвами НЛО? Кто был в вертолетах? И почему они их проигнорировали, преследуя НЛО? Эксперты считают, что эти группы быстрого реагирования часть правительственной секретной программы по исследованию внеземных технологий в военных целях. Но многие считают, что у них совершенно иная цель, и без них человечество ожидает уничтожения. Секретные материалы. Закон о запрете контактов с НЛО. Кексбург. Свидетели видели, как место аварии покидали люди в защитных белых костюмах. Кларк МакЛеланд, бывший научный работник НАСА, утверждал, что агентство имеет прямое отношение к инциденту 65-го года. Через 4 года, в 69-м, правительство приняло закон о запрете контактов с НЛО. По закону, граждане не имеют права находиться поблизости с персоналом, летающими аппаратами или другими материалами, проникшими в нашу атмосферу из космоса. Закон, представленный как мера предосторожности во избежание возможного заражения, позволяет немедленно помещать нарушителей в карантин. Действительно ли НЛО представляет угрозу для людей? Или это всего лишь прикрытие? Форд Индиантаун, Пенсильвания, 1969 год. Сержант Клиффорд Стоун, член группы оперативного реагирования в случае ядерной, биологической или химической атаки. Он расследовал случай о так называемом сбитом советском летающем аппарате. Когда Стоун приблизился к аппарату, его счетчик Гейгера начал показывать необычайно высокий уровень радиации. Через открытую дверь он увидел тело. К удивлению Стоуна, это был не человек, а инопланетянин. Через несколько минут Стоуна отозвали и на место прибыла другая опергруппа. Этот инцидент побудил Стоуна начать кампанию по разоблачению правительственных секретов. Его выводы могут заставить нас изменить отношение к правительству США навсегда. Десятилетиями правительство проводило секретные миссии по извлечению потерпевших аварию НЛО. По закону 1969 года обычным гражданам было запрещено приближаться к упавшим НЛО в связи с опасностью заражения. Но по мнению бывшего сержанта армии США Клиффорда Стоуна, предотвращение облучения радиацией это всего лишь прикрытие для правительства. Настоящая цель это не допустить контактов с выжившими инопланетянами со стороны обычного населения страны. По словам Стоуна, это представляет значительную угрозу миру и не только внешнюю. внешнюю. На конференции в департаменте астробиологии НАСА в 2000 году был опубликован отсчет, где сказано НАСА неизвестно, какой была бы реакция мира на раскрытие подобной информации. Если что-то пойдет не так, результат будет плачевным. Не потому, что инопланетяне опасны, а потому, что мы можем причинить вред самим себе. Бывшему капитану ВВС Роберту Салласу хорошо известно об этой опасности. На гражданском слушании о раскрытии в 2013 году Саллас рассказал о событии, произошедшем на базе Малстром в 1969 году. Он и другие военные наблюдали, как НЛО вывел из строя 10 ядерных боеголовок. Аппарат несколько минут летал над базой, а потом исчез, и системы вновь заработали. Саллас считает, это было предупреждение. Он считает, что правительство и военные держат в тайне существование инопланетян, но это не на пользу людям. Маленькая группа людей внутри и за пределами правительства контролирует этот феномен. Саллас считает, что все сводится к одному. Их волнует небезопасность наших граждан. Это не их главная цель. Эти опасные секреты наделяют их огромной властью. Я считаю, что этими мужчинами и женщинами движет жажда власти и алчность. Вы смотрели программу «Чужие». Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. В течение десятилетий заинтересованные люди пытались доказать существование инопланетян, подвергая риску своей репутации и жизни. Когда люди в черном навещают свидетелей, они их допрашивают и заставляют бояться за свою жизнь или безопасность. Как далеко готово зайти правительство, чтобы скрыть свои намерения? И какую цену платят те, кто пытается ее вытащить на свет? Присоединяйтесь к нам, и мы узнаем больше о войне за правду и о ее рядовых. В нашем проекте «Чужие». Началась глобальная операция. Правительственные материалы, содержащие информацию об НЛО и десятилетиями остававшиеся засекреченными, сегодня стали доступны общественности. Мы расскажем правду, которую скрывают эти секретные документы. Узнайте, что правительство утаивает от вас. Чужие. Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Апрель 2013 года. Рекордное число сообщений о встречах с НЛО приходит изо всех штатов. В одной Калифорнии 50 человек видели светящиеся шары и треугольные корабли. В течение 30 дней более 200 сообщений поступает из семи штатов. Муфон, всемирная сеть НЛО, находится в состоянии полной готовности на самом высоком существующем уровне безопасности. Столько контактов с НЛО за такой короткий период, возможно, это сигнал опасности. Но если правительство США не расследует и не предупреждает публику, кто же это сделает? Муфон, крупнейшая в Америке частная организация, связанная с НЛО. Они проводят расследование вместо властей, которые говорят, ни одна из ветвей правительства США в настоящее время не занимается исследованием НЛО. Муфон направляет полевых сотрудников для расследования сообщений об НЛО. Антонио Перрис провел много расследований для Муфон. Он также возглавляет свою собственную организацию, отряд по исследованию воздушных явлений. Намерения нашей организации исследовать НЛО с точки зрения винтиков и болтиков, то есть взять то, что человек сообщает, и попытаться определить, что он видел. Перрис и его команда обнаружили свидетельство, что очевидцам НЛО следует бояться не только контактов с внеземной жизнью. Ниагарский водопад, Канада. 14 октября 2008 года. Сотрудники популярного отеля видят в небе большой треугольный объект. Он зависает на какое-то время и исчезает. Но впереди их ждет еще более тревожная встреча. Свидетель вновь связался с нами и сказал, что несколько месяцев спустя его отель посетили два неизвестных человека в черном. они вошли в отель запугивали персонал в течение примерно 30 минут и потом попросту ушли. Люди в черном неизвестная группа или организация, которая появляется на местах предполагаемых встреч с НЛО и чаще всего они пытаются собрать информацию у свидетелей. Иногда они добывают ее с помощью угроз, особенно если есть какие-то вещественные доказательства. На кого работают эти неизвестные люди и чего они добиваются, запугивая свидетелей. Сотрудники отеля говорят, что люди вели себя пугающе, почти нечеловечески. Менеджер отеля сообщает о происшедшем в полицию, но расследование не проводится. Историю обнародуют Пэрис и его команда. Независимые исследователи, такие как Пэрис, часто прорывали барьеры секретности, установленные правительством. Секретная правительственная коммунике показывает, что гражданские расследования угрожают их монополии на исследование НЛО. О многих случаях, якобы виденных НЛО, сообщают непосредственно неофициальным группам по их исследованию. СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЕЛО ПИКСЛИ 23 июля 1956 года. ПИКСЛИ, КАЛИФОРНИЯ. Транспортный самолет Си-131 взлетает с авиабазы в Гамильтоне. В результате взрывной волны и последующей вспышки света пилот майор Стэнверс теряет сознание. Самолет уходит в трехкилометровый штопор. Стэнверс приходит в себя и хватается за рычаги. Он выводит самолет из пике и совершает аварийную посадку. Стэнверс говорит в интервью местной газете «Мы словно врезались в кирпичную стену». История быстро исчезает из прессы, несмотря на то, что представитель ВВС подтверждает, что самолет выглядел, как будто что-то ударило его сверху. Историю замяли, потому что самолет столкнулся в воздухе с инопланетным кораблем. 1952 год. Сообщения об НЛО поступают отовсюду, от Южной Канады до Техаса. Правительство США отрицает, что это неопознанные летающие объекты. Частные лица вынуждены нащупывать правду через завесу молчания и секретности, установленную правительством. Но происшествие в июле 1952 года было почти невозможно отрицать. Секретные материалы. Инцидент СНЛО в Вашингтоне. Радары военных баз под столицей засекают многочисленные объекты. Они приближаются быстро и строим. Явление возникало на одном экране радара за другим, и мы были почти уверены, что это один и тот же феномен. В июле 1952 года в течение двух выходных подряд флот НЛО вторгался в воздушное пространство Вашингтона. Они летели над Капитолием, над Пентагоном. Их видели сотни людей. За ними гнались самолеты-перехватчики ВВС США. Их видели авиадиспетчеры. О том, что произошло в эти дни, сообщалось в Вашингтон Пост и в Нью-Йорк Таймс. В фотоархивах даже можно найти фотографии НЛО над Капитолием. Свидетели описывают НЛО как большие шары оранжевого света, движущиеся с огромной скоростью и оставляющие за собой след. Полковник ВВС подтверждает, у пилотов был и есть приказ исследовать неопознанные объекты и стрелять в них, если невозможно приказать им сесть. Несмотря на быстрое развертывание истребителей, никаких боевых схваток не зафиксировано. Президент Трумэн встречается с командой проекта «Синяя книга». Без всякого расследования «Синяя книга» докладывает Трумэну, что странные огни и НЛО на фотографиях не более чем температурная инверсия. Теплый воздух оказался под слоем более холодного. Объяснение «Синей книги» ставит под сомнение буквально все. Скрывало ли правительство Трумэна правду даже от него самого? Неудовлетворенный объяснениями «Синей книги» Трумэн созывает комитет Робертсона. В то время их выводы и само существование держат в секрете от публики. Что же узнал комитет Робертсона, если это пришлось засекретить? И будут ли когда-нибудь опубликованы его выводы? Слухи о существовании комитета Робертсона вынуждают НИКАП, Национальный комитет по воздушным феноменам, публично потребовать доступа ко всем документам по НЛО. Среди членов НИКАП высокопоставленные военные, в том числе его директор Дональд Кихо. Эти люди не бросают вызов властям. Они и есть эти власти, и они требуют ответов на свои вопросы. Публикация цензурированных документов доказывает, что правительство официально не верит в существование НЛО. Искал ли ответов комитет Робертсона или это была дымовая завеса, скрывающая тайные планы властей касательно инопланетян? 22 января 1958 года, вооруженный доказательствами, которые могут опровергнуть доклад Робертсона, Дональд Кихо выступает по телевидению на тему явления НЛО. Кихо настаивает, что существуют свидетельства, которые докажут, что НЛО машины, управляемые разумными существами. Но пока Кихо пытается рассказать то, что знает, телечиновники прерывают прямой эфир. Руководитель телеканала объясняет, эта программа была отредактирована по соображениям безопасности. Что пытался сказать людям Кихо? Позже, в том же году, Кихо появляется на ABC с Майком Уоллсом и снова пытается представить доказательства, что правительство скрывает данные об НЛО. В эфире Кихо заявляет, что в предыдущей передаче в роли цензора выступила не CBS. Ему пытались заткнуть рот военно-воздушные силы. До каких пор власти будут скрывать правду о пришельцах? Далее. Одна из самых секретных организаций в истории призвана скрывать от людей контакты с НЛО любой ценой. Это Чужие. Разоблачение самых больших тайн на планете Земля. Вы смотрите программу Чужие. Секретность, которой власти окружают контакты с инопланетянами, вынуждает гражданские группы самим исследовать это явление. В 1958 году активист-уфолог Дональд Кихо разоблачает правительственный комитет Робертсона как попытку извратить вопрос НЛО и обвиняет военных в попытке заткнуть ему рот. Кихо публично бросает вызов властям. И этот вызов побуждает другого человека организовать сообщество для расследований. КИНГМЕНЕ Аризона. Сполдинг утверждает, что у него есть два заверенных рассказа свидетелей из ВВС, которых среди ночи увезли на четыре часа пути от Феникса обследовать аппарат в форме диска, наполовину зарывшись в землю. Они якобы видели два трупа инопланетян ростом 120 сантиметров с большими головами и коричневой кожей, которых извлекли из кабины. Сполдинг годами требовал правительства доступа к информации о кингменском крушении, но его усилия не принесли плодов. До каких пор завеса секретности будет мешать ему и другим уфологам получить доступ к секретной информации? Но неожиданные события ненадолго развеяли дымовую завесу правительства. В результате скандала с послушиванием в отеле Уотергейт опозоренный Никсон вынужден уйти с поста. Американцы потрясенно следят за тем, как избранный ими лидер дискредитируется, а его кабинет распускается. Чтобы вернуть доверие народа, Конгресс принимает при президенте Джеральде Форде закон о правах личности. Теперь у требований Сполдинга открыть правду есть серьезное подкрепление. Ему дают доступ к документам, в котором ЦРУ так долго ему отказывало. То, что он обнаруживает, потрясает его до глубины души. Секретные материалы. Доклад Дюранта. Правительство публично заявляет, что НЛО не стоит расследования, но тайно следит за гражданскими группами, ищущими внеземную жизнь. За такими организациями надо наблюдать из-за их потенциального влияния на мышление людей в случае массовых контактов с НЛО. Если инопланетян не существует, зачем правительство следить за теми, кто ищет истину? Секретарь комитета Робертсона и автор доклада Дюранта, сотрудник ЦРУ Фредерик Дюрант. выясняется, что Дюранту и комитету Робертсона поручено не исследовать свидетельства, а создать протокол для развенчания слухов о виденных НЛО. Выводы доклада Дюранта вызывают один вопрос. Почему разведка США пошла на такие шаги, чтобы развенчать феномен НЛО, если они уверены, что это чистая фантазия? В 1977 году Уильям Сполдинг при поддержке группы «Народ против секретности вокруг НЛО» подает суд на ЦРУ за нарушение акта о свободе информации и выигрывает. ЦРУ вынуждено обнародовать более 9000 страниц документов об НЛО. Документов, которых, как они много раз заявляли, у них нет. Среди них несколько подчищенных версий докладов Дюранта и комитета Робертсона. Опубликованные документы обнажают системную политику высмеивания свидетелей и дозорных, шпионства, тактики запугивания и контроля над информацией об НЛО. обновлений. Если были какие-то сомнения в том, что правительство принимает НЛО всерьез, публикация материалов ЦРУ доказала, что они совершенно серьезны. На гражданских слушаниях в 2013 году в Вашингтоне Ричард Долан говорит о мире после этой публикации и о цене, которую пришлось заплатить дозорным. Есть крупные новостные агентства, где открытая вера в НЛО может разрушить карьеру сотрудника. Такое есть и в научных учреждениях и во всей политической структуре. Эти и другие институты относились к теме НЛО как к посмешищу, к забаве незрелых умов. Возможно ли, что профессора по всем Соединенным Штатам единогласно отрицали это явление без всякого влияния разведки, как и весь мир науки, политики и СМИ. Пришло время действовать. Чтобы открыть правду, нужно сделать три простых шага. Бесконечная битва за правду об инопланетянах вышла на новый уровень и стала еще опаснее. Современные правдоискатели часто рискуют жизнью, пытаясь докопаться до истины. В 2002 году Гэри МакКиннон взломал одну из самых чувствительных систем в инфраструктуре американской разведки. Его находка шокировала мир. Гэри МакКиннон британский хакер, который якобы взломал компьютерную систему НАСА и нашел доказательства, что они активно скрывают присутствие инопланетян и реальность феномена НЛО. Один из документов, который он видел, был помечен как «Внеземные офицеры» и содержал немалый список персонала. Вопрос в том, что это значило? Могли ли слова «Внеземные офицеры» относиться к агентам из другого мира? И если так, то где они и что они делают? Некоторые эксперты считают, что упоминание о внеземных агентах подкрепляет давнюю теорию о существовании тайной базы на темной стороне Луны? Опознанному и арестованному Гэри Маккинону грозит 70 лет заключения за нарушение Американского акта о секретности. Нашел ли Маккинон независимый уфолог? Доказательство того, что правительство США не только вступило в контакт, но и регулярно имеет дело с инопланетянами. Без усилий Маккинона люди остались бы в неведении о предполагаемых внеземных агентах в правительственных агентствах. Мы меняем ход игры. Когда-нибудь в недалеком будущем что-то изменит оказавшиеся у нас на руках карты. Кто станет следующим гражданином, готовым пойти на риск и открыть правду? Быть может это вы? Вы смотрели программу «Чужие. Разоблачение самых больших тайн на планете Земля». Продолжение следует...